Приветствуюсь, братья и сестры, рождественскими словами Христос народывся! Детки, вы любите подарки? Да! А Рождество любите? Да! А подарки на Рождество получили? Да! Один из любимых праздников, праздник Рождества, очень тесно ассоциируется с подарками. И мои дети тоже с утра ждали, и первым делом, когда проснулись, побежали под елку смотреть, какие же там подарки лежат. И очень радовались, открывая их. И я хотел сегодня с вами, чтобы мы задумывались о том подарке, который сделал нам Господь в этот день, много лет тому назад. Прочитаем Евангелие из Иоанна, 3 глава, 16 стих. Иоанна 3, 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Когда мы любим кого-то, мы отдаем им самое лучшее. Родители, когда любят деток, они отдают им самый вкусный кусок мяса, они отдают ему самый лучший подарок, они покупают самую красивую одежду, они самое лучшее отдают для своих деток, потому что они их любят. Так и Господь полюбил нас и отдал нам самое дорогое, самое ценное, самое лучшее, что у Него было – Сына Своего. Сын, наш Бог, Сын Иисус Христос пожертвовал Собой, своей жизнью, самым ценным, что было у Него, чтобы сделать подарок нам, подарок жизни вечной, верующий в Него, чтобы имел жизнь вечную. Задумаемся только о том, что стоило это для Него, насколько многим Он пожертвовал, как высоко Он находился и как низко Он опустился. Всемогущий Бог стал беспомощным младенцем, вездесущий Дух стал человеческой плотью, всезнающий Творец стал безмолвным человечком. Тот, кому поклоняются ангелы, Он терпел унижение от людей. Тот, кто вдохнул жизнь в человеков, Он позволил людям отобрать ее у Него. Он стал маленьким, беспомощным младенцем, родился в хлеву, в яслях, опустился в бедные условия. Царь царей, Бог богов. Как один мальчик сказал, президент президентов, Он оставил весь комфорт, Он оставил всю славу, Он оставил все лучшее, что было у Него, и пришел на эту землю в самые бедные, в самые простые условия, потому что Он полюбил нас, потому что Он хотел сделать подарок для нас, подарок жизни вечной, подарок спасения. В этот день Господь сделал для нас подарок Сына Своего, подарок, который самое дорогое, что у Него было, Он отдал нам, чтобы мы приняли Его, чтобы мы благодарили Его за это, и чтобы мы радовались вместе с Ним, вечность провели в Его присутствии, в Его славе. Давайте помнить об этом. Давайте сегодня, когда мы говорим о Рождестве, думать о том, насколько дорого это Богу стоило. Этот подарок, он бесценный, он очень дорого стоил для Отца, который подарил Его, и он ничего не стоил для нас, но мы, пользуясь им, будем ценить, будем благодарить, будем прославлять нашего Бога, нашего Господа. Слава Ему! Аминь! Помолимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!